Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Бешалах. В ней, дорогие друзья, описаны два величайших события, определивших развитие нашего мировосприятия на протяжении всего нашего существования. Это рассечение моря Суф или Красного моря и дарование Торы. Итак, рассечение моря было явным чудом, если к этому добавить еще и песнь, которую народ воспел Господу после своего спасения. Если вспомнить все знамения и чудеса, которые были с этим связаны, можно себе представить, что происходящее вызвало у народа ни с чем не сравнимое ощущение наступления великих времен. Но Всевышний делает следующее чудо – выпадает ман или манна, который соединяет в себе два аспекта. С одной стороны, он по сути своей является чудом, пища, появляющаяся в огромных количествах из ниоткуда. Не может возникнуть в результате действия естественных законов, конечно же. С другой стороны, он, манн, выпадает постоянно, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Люди перестают ему удивляться. Даже понимая, что перед ними чудо, оно становится частью рутины. Так и должно быть, не может быть по-другому. Все чудеса и даже хлеб с небес не могут изменить внутреннюю сущность человека сам, сами, так сказать, по себе. Она способна к трансформации, но исключительно в результате собственного движения. Что-то нужно сделать тоже самому. Дорогие друзья, наша глава начинается со слов «Ва-Ехи» и «Было» Шмот 13.17. Талмуд в трактате Мигела 6.b говорит, что существует традиция, идущая от мудрецов Великого Собрания, живших в начале периода Второго Храма. Они говорят, что каждая глава, которая начинается со словами «Ва-Ехи» рассказывает о горестях и боли, пережитых народом Израиля. Наши мудрецы толкуют это следующим образом. «Приблизил Исраэль к его небесному Отцу». Медраж дает нам очень хороший урок, объясняя, что печально то, что народ Израиля нуждался в таком жестоком правителе, как фараон, чтобы приблизить свои сердца ко Всевышнему. И, может быть, это видно уже в самом первом стихе нашей сегодняшней главы. «И было, когда отпустил фараон народ». Тура говорит, что фараон был тем, кто отослал сынов Израиля. То есть фараон считал, что наш народ вышел из Египта не из-за десяти казней, которые послал Всевышний, а потому что он согласился их народ отпустить. Но это еще полбеды. Настоящая беда в том, что наш народ тоже думал, что они вышли из Египта, потому что фараон дал им разрешение, так сказать, на выезд, дал им визу. Получается, что когда Тура повыливает нам, чтобы ты вспомнил день твоего исхода из земли египетской, во все дни жизни твоей, Дворим 16.3, имеется в виду нечто большее, чем обыкновенное воспоминание. Тура хочет подчеркнуть, что каждый должен чувствовать, как будто он сам вышел из рабства на свободу. Когда Тура говорит в десяти заповедях, и помни, что рабом был ты на земле египетской, Дворим 5.15, имеется в виду, чтобы каждый сам испытал это на самом себе. Война или войны, о которых говорит нам Тура, это внутренняя борьба за то, чтобы еще сильнее объединиться, выявить в себе еще больше эгоистические желания, дорогие друзья, приподняться над ними и этим победить их. А для того, чтобы противостоять им плохим желаниям, нужны старейшины, то есть самые исправленные свойства человека. Здесь описывается очень много свойств, с помощью которых мы выходим на борьбу с эгоизмом. До тех пор, пока человек не отделяет себя от своего внутреннего эгоизма, дорогие друзья, он не ощущает этого противостояния, вражды, ненависти к своей природе, так сказать. Он не ощущает, что эта природа тоже исходит от Творца, что Творец специально раскрывает в ней эти свойства, ведь нет никого, кроме него. Для того, чтобы помочь ему снова и снова, просить высшую силу исправить его, приподнять и правильно использовать все его прошлые эгоистические желания на отдачу и, конечно же, на любовь. Дорогие друзья, этого я нам всем и желаю. Браха вацлаха, много сил, шалом, ваш Равин Каплан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова